Так что никогда не сваливайте своё нерадение к духовной работе на какие-то случайные обстоятельства. И вообще планка поднята Спасителем на должную высоту, эту высоту надо всегда видеть перед собой. И так будьте совершенны, как в совершении на Тес Ваш Небесный. Понятно? Сразу эту планку не преодолеешь, но она есть, она должна быть перед вами. Понятно? А что в полсилы, наполовину, от случая к случаю, бесполезно. Это не работа. Мы говорим о трансформации, даже о преображении. Но при этом происходит переход от старого движения к новому движению, из старого состояния в новое состояние. И это нарушает равновесие. Всегда для всего, что ещё принадлежит старому движению, это опасное нарушение равновесия и производит впечатление, что всё выскальзывает, теряется точка опоры. Тогда и требуется Ваша прочная вера. И эта вера не должна уподобляться ментальной вере, опирающейся на саму себя. Это должна быть вера Вашего ощущения. О чём здесь речь она ведёт? Речь идёт о том, что процесс эволюционной трансформации нашего старого, ментально-витального сознания и преображения наших телесных структур, особенно поначалу, вызывает заметное нарушение ранее сложившегося равновесия. Просто такого болезненного равновесия нарушается равновесие. То есть как бы всё ваше существо, все органы и системы, Ваша психика как бы идёт не в разнос, а дестабилизируется. Эта энергия начинает проводить трансформирующую работу, разрушая старые базисные основы Ваши эгоистические, Вашего равновесия такого болезненного, маленького, скукоженного. Но худо-бедно, Вы как-то сбалансированы. А тут всё вроде в разнос, Вы поняли? Особенно на начальных этапах. Не беспокойтесь, коль взялись за дело, идите до конца, что бы ни было. Потому что этот период обязательно надо пройти с пониманием. Обязательно разбалансируется старое состояние, Вы поняли? Обязательно. Там вроде бы всё привычно, тут кололо всегда, А тут всё колет, всё болит, всё не так, голова кружится, Аппетита нет или прожорливость сногсшибательная. Понимаете? Вот всё может быть. Примите это как дестабилизацию позитивную. То есть начинается процесс переформирования всех Ваших внутренних структур. Психических и физических. Понимаете? Я думаю, многие это переживали. Вот женщины, которые вот кивают, я просто знаю Вас. Как Вы раньше жалуюсь, ты вообще не жалуетесь ни на что. Так интересно. Раньше говорили об этом, говорили о том, спрашивать. Ты ничего не спрашиваешь. Смоё нормально. То есть баланс устанавливать спустя какое-то время обязательно. Но вот период этого раздрая внутреннего, он обязательно должен быть. Особенно для новоначальных. Надо для себя это усвоить. А может показать, что всё хуже стало, Зачем я вообще дурак начал этим заниматься, Так было нормально всё. На самом деле, ну, правильно сделали. Только с пониманием надо это пройти. Просто с пониманием. Вот что касается меня, Вот на основании своего собственного опыта, То с момента становления на путь сознательной духовной эволюции У меня ни разу не возникало Ни толики сомнения По поводу правильности сделанного выбора И высшей целесообразности всего, Что происходило со мной в необычных опытах Переживаниях на разных уровнях моего интегрального существа. В первые полгода после открытия нисходящего потока Мой организм буквально разваливался. Я понял ничего. И вернее, я потом ещё всё эволюция. Тоже мне конец близок. Всё это болит, то болит печень, суставы, селезёнка, вообще всё. Спустя полгода как-то так всё потихонечку-потихонечку сбалансировалось. Но он ничего, выжил. Ну а дальше уже не было ничего. Пугли. Вот это меня не пугало. А что пугать? Куда идти назад, Где уже жить было невозможно по-старому, А куда я? Ток вперёд. Назад вернуться уже невозможно. Для меня. То я пойду. Там ток-петля. Бессмысленность жизни. А тут смысл появился. Работа, дело, опыт над самим собой. Представляете, у меня мышление всё-таки учёного. Я ещё и всё-таки человекоизучатель. Всё-таки с живыми организмами имел дело. Понятно? Всё-таки биологический, медицинский уклон. Во мне он превалировал. Наряду, правда, с физическим. И тут всё на себе испытать, попробовать. Это вообще чудо. Так что я многое попробовал, многое испытал. Примите на веру то, о чём я вам говорю. На самом деле ничего страшного нет. Страшно, когда вы боитесь. Тогда сжимаются клетки вашего тела. Тогда сила не может прорваться туда, где она должна навести порядок. А вы сдерживаете этот напор, потом она прорывается, а вы вам опять плохо, ещё хуже, вы опять сжались. Открывайтесь. На всё вывывая боли. Вот и всё. Я же нигде не прятался, нигде не сидел. Ходил на работу, ездил в командировке, расследовал авиационные происшествия. Не прятался никуда. Водил внучку в детский сад. Всё нормально было. Понятно или нет? Не прячьтесь от живой жизни. Делайте работу серьёзную, внутреннюю, в гуще социума. Тогда победите. А так? Ждать сегодня чего-то со стороны просто преступно. Для духовно одарённого человека – это гибель. Никто вам не поможет. А дальше не будет лучше. Может быть, только хуже. В вашем состоянии, в ощущении, в самочувствии, психическом и физическом. Это надо понять. Если вам сейчас не в моготу, то дальше будет ещё хуже. Вы понимаете? У некоторых всё в порядке, всё нормально. Вы видите? Здоровые, счастливые люди. Хороший аппетит. Нормально всё. Вес нормальный. Зашкаливает в пределах нормы. Поглядишь, развочёки, завидуешь. Не завидуете. Не завидуете. Его удел пока вот такой. Хорошо кушать, смеяться и получать удовольствие. Ну, каждому своё, ведь правильно? Вот. Разбирайтесь. В психотипах. Я всегда находилась под впечатлением того, что сказал Шнеор Аббинда. Этот инструмент, имеется в виду физический ум, ни на что не годится. Остаётся только избавиться от него. Был очень трудно избавиться от него, поскольку он так тесно связан с физическим телом и его сегодняшней формой. Это было действительно трудно, говорит мать. И действительно, пораженческий физический ум, тесно связанный с нашим смертным физическим телом, ум, постоянно зудящий нам, оповсюду подстерегающих нас опасностях. Этот ум физический, беспокойный, пораженческий, сдаёт свои насиженные позиции последним. Вы можете успокоиться в уме, в интеллектуальном, так сказать, своём, в его интеллектуальной форме. Вы можете перестать быть приверженцем или мыслителем, мусолищем какие-то глобальные идеи. Вы можете вот обыденные бытовые вещи тоже действительно свести, ну, как бы к нулю, чтобы ум постоянно вас не третировал на эту тему. Но пораженческая подсознательная структура, где все страхи, сомнения и конечность существования постоянно напоминают вам, что вы вот такой, у вас всё равно помрёте, у вас там то-сё, у вас может быть рак, у вас может быть то, у вас может быть всё. Вот постоянно, постоянно вот эту пластинку надоедливую, вот эта структура, когда всё наверху успокоилось, будет прокручивать. Вот тут требуется внимательно смотреть со смехом в лицо этим враждебным силам. Поняли? Вот в этом случае он обязательно будет вас третировать, но уходит он последним, первым он не уйдёт, потому что он в самом низу, в самой глубине подсознания. Это тот самый клеточный ум, который первых существ живых на генетическом уровне, он фиксировался. А там у них какая проблема? Вот у первых, у самых этих самых существ, одноклеточных. Надо было выжить, обезопасить себя от врагов и размножиться. Вот всё, что находится в этом пораженческом физическом уме. Ну, в разных, так сказать, ментальных аранжировках. Тож ум он уже, там, варианты начинает продуцировать. Ясно? Выжить, ну, значит, проблема, какие выжить, потому что выжить трудно, много там всяких опасностей, да? Размножиться тоже понятно, там, как размножаться, вот стоит ли вообще размножаться, да? Обороняться от врагов, значит, надо клыки, ощетиница, то есть враги кругом, враги повсюду, он будет вам подставлять вот эти вот самые вещи. Ясно? Вот тут надо победить, то есть улыбаясь, глядеть вот на эту ерунду. А вы её всерьёз воспринимаете обычно. Ну, как так? Ну, это же у меня возникает. Это я вроде буду, меня предупреждают. Да никто вас не предупреждает. Просто твари, которые завелись, и вам внушают эти глупости. Вот и всё. Они заводятся, знаете, как паразиты. То есть каждый план сознания, астральный план, в частности, клеточное подсознание, там, где микробы, там, где вирусы, ведь на каждом плане сознания есть свои паразиты. Понятно? Обязательно. Вот эти паразиты в клеточном подсознании гнездятся. Это должно сгореть. Вот и всё. Со временем. Не поддавайтесь панике. Обязательно это почувствуете. То есть обязательно почувствуете, когда дойдёт работа божественной силы до этого слоя пораженческого. И только после нашего окончательного переселения в новое тонкое эвакуационное тело, когда связь с сознанием физического тела по сути прерывается, мы оказываемся действительно полностью свободными от влияния смертной жизни. То есть когда мы размежуемся полностью с физическим телом, когда физическое тело породит эту новую вибрационную структуру, и она будет от новой структуры, в которой будем мы, как мы, истинные существовать, а физическое тело будет просто как инструмент вот этого нового сознания. Может, там и есть какой-то физический ум, но мы с ним не связаны. Мы с ним размеживаемся с телом. И, соответственно, с физическим умом, понятно? Поэтому вот такая тихая, плавная музыка, я думаю, что это не от физического ума сходит. Вот. Так что новая структура, может быть, играет тихую, плавную музыку, спокойную музыку. Не рок. Я очень ясно помню то состояние, в котором я была, когда писала молитвы и медитации. Особенно, когда писала их в 1914 году. Это кажется мне холодным и сухим. Да, сухим, безжизненным. Это светло, это мило, это приятно, но это холодно. Это без жизни. Ну, кто-нибудь из вас читал молитвы и медитации матери? Читал кто-нибудь? Ты читал, да? Когда я впервые это прочёл, я там не то, что... Я мать не увидел там. Это какие-то декларации красивые, там, замечательные, о божественном. Вообще, великое чудо, что вот ты вот вдруг с этим соприкоснулся. Но они сразу мне показались пустыми. Вот просто ничего не значащими, пустыми, витальными, ментальными сентенциями о божественном. Вот вокруг да около, о божественном. Нет, был совершенно ненужно. И я удивился, но думаю, неужели мать-то ещё до того, как я её узнал по агенде? Ещё агент не был. Думаю, неужели она вот в этом стиле и сейчас будет продолжать учительствовать? Вот. Всё действительно очень мило, мило на вид, но притарно-сладко, как-то тошнотворно, безжизненно. Но они писались ею вскоре после духовного рождения. И в них, в этих молитвах и медитациях звучал фальшивый голос эмоциональной восторженности. Эмоциональное огонь никуда не ушло, душа родилась, и вперемежку с эмоциями рождались вот эти молитвы и медитации. Скучные, удивительные, фальшивые, не имеющие ничего общего с божественным. И вот мать сама, вот, нашёл я в агенде подтверждение, она говорит, неужели это я писал? Её сегодняшнее сознание, она удивилась, говорит, «Ничего себе такую чушь!» А кому-то это может понравиться, это как вот молитвы, там, всяких святых подвижников, они там долго, замечательно, чудесно, божественно. Понимаете? Ну, это фальшиво, это примесь эмоционального существа. И некоторые принимают эту эмоциональную примесь или эмоциональный суррогат за истинно духовное излияние. Вот это ошибка. Потому что многие люди, которые считают, что они религиозные, духовные, эмоции свои, вот на божественной волне, якобы на божественную волну настроены, они принимают за духовное проявление духовности. Всё это чушь полная. Когда истинное, слов нету. То есть появятся эти словословие воспевания господа, какой он чудесный, какой он сладкий, какие в него лотошные стопы. Но это я по индийскому варианту. Представляете? Так что мать меня порадовала. Ну вот молодец. Ну, она же всё-таки специалист по многим вопросам. Здесь она поняла, что ей мешало выразить божественной души в этом самом в соседстве с эго с ментальным и витальным. Ну, не могла иного ничего придумать. Ну, вокруг да около, но не истинно. Не божественной уж точно. И она фактически от этого отреклась. Отреклась, что написала лет 50 тому назад, после духовного рождения. Правильно сделал. я ясно увидела, что этот физический ум любит катастрофы и притягивает их, и даже создаёт их, потому что ему нужно эмоциональное потрясение, чтобы пробудить ваше несознание. Блестяще сказано. Как она понимает вот все эти тонкости? Всему это, всему, что несознательно и томасично, то есть темно, требуются резкие эмоции, чтобы встряхнуться и пробудиться. И эта потребность создаёт нечто вроде притяжения или болезненного из-за воображения таких вещей. Он всё время воображает всевозможные катастрофы, открывая тем самым дверь плохим внушениям маленьких злобных существ, которым как раз нравится создавать возможность катастроф в вашей жизни. Создавать возможность катастроф. Давай прокомментируем. То есть вы поняли в черне вообще о чём идёт речь. Чтобы все сами двадцать всех своих неприятностей, катастрофы, потрясений и всяких катаклизмов. Здесь прямо об этом сказано и есть предельно понятный механизм, как это происходит. Она поднимает важнейший вопрос, который касается возможности притягивания несчастных случаев и болезней нашим пораженчески настроенным физическим умом. Притягивание, формирование и осуществление. Те, кто осуществляет, всегда под рукой. Кто-то формирует, а кто-то осуществляет. Это тонкий план. Там всегда подручные находятся. Там только ждут. Знаете, как гастарбайтеры? Вот работают, вот тут есть, тут объект есть, сейчас поработаем. Понятно? И нас пораженчески настроенный физический ум, он очень охочен и подобно встрясок, дабы добиться от нас мощного выплеска негативных эмоций, являющихся для них желаний пищей. Они кушают наши эмоции негативные, болезненные. Ясно? Им это очень приятно. Нам вроде неприятно, мы выдаем это неприятное ощущение в эфир или во внешнее пространство. Они это кушают с удовольствием кушают. Нравится питать? Питайте. Даже это должно вас сдерживать от этих глупостей, кормить кого-то. Ну, а на голубей покормил, свиней покормил, может, пользу принесут, там, сало хорошее с прослойками. А тут твари каких-то кормить. Кто они такие? Кто? А вы их кормите. Зачем? Я не понимаю. Вы тоже, наверное, не понимаете. Но хотел, чтобы поделить. Не надо их кормить. Не надо никак откликаться на все враждебные внушения. Иначе так будете в бесконечных трудностях, неприятностях. Есть люди, как у нас семейная карма, как проклятые один за другим, столько всяких проблем, а один человек все это создает в семье. Один пораженец. Ясно? Который боится беспокоиться за все, как бы что ни произошло, каждый раз у него все время находится повод для устрашения или предупреждения. Так все плохо, все ужасно. Вы понимаете? Под влиянием внушений физического ума индивид, который обладает болезненным воображением, а среди нас многие обладают мнительностью, болезненным воображением, есть такие? Так вот, индивид, обладающий болезненным воображением, способен на подсознательном уровне энергетически взрастить активную катастрофическую формацию, которая во что бы то ни стало, будет стремиться реализовать себя на физическом плане, она создана, ей надо себя реализовать, вы ее создали, понятно? Закрепили, она создано, она живая, она как вирус, он вроде живой и неживой, понятно, и она вроде живая и неживая, живая, и вирус живой. Но, какая-то прото-структура, но она живая, она как вирус, ясно? Вы ее создали, вы способствовали ее созданию. И тогда, когда она сформирована, она будет во что бы то ни стало стремиться реализовать себя на физическом плане бытия, незримо притягивая заложенные в ней обстоятельства. То есть, о чем мечтаете, о печальном, то и получите. Вы можете это потом выдавать за предвидение. Очень просто это делать. Вот я же предвидел. На самом деле, вы сформировали, это состоялось. Это рукотводное образование. И ситуация сама вами сотворена. Ясно? А враждебные силы, они исполнители. Мы на них пытаемся все свалить. Они исполняют только то, что вы накосячили, простите, в своем пораженческом уме со своими страхами. Нет, чтобы вот открыто посмеяться всему этому. Нет, вы скукожились, вы ждете неприятностей со всех сторон, все ужасно. Обязательно будут. Кажется, они денутся-то. Вот вы с этой отметиной будете жить всю оставшуюся жизнь, если делом не займетесь. Если не поймете, откуда что берется. Накликать беду можно не только на себя, но и на своих близких. Если вы сильно беспокоитесь о детях, допустим, знаете, о здоровье, их безопасности, обязательно. Не только на себя. Понятно? Это элементарно делается. В таких случаях беспокойство не есть в проявлении вашей любви к своим близким. Это страшная вещь. вы их гробите. Вы снимаете с них естественную защиту. То есть, ваша клеточная вибрация пораженческая передается на телесном уровне вашим детям. Вы генетически с ними близки. И они, в общем-то, с них снимается защита. Я испытал это взаимодействие с своей мамой, которая всегда беспокоилась, что со мной что-то произойдет, со мной всегда происходило то, о чем она беспокоилась. Я уж потом понял. я просто чувствовал себя не в своей тарелке. Я знаю, она беспокоится. Знаю, я не в своей тарелке. Я понимаю, что со мной может произойти что угодно. Естественно, я еще на пути-то не был. То есть, защищенности не было. И когда я приходил, ну, если ничего не случалось, что она у нее так же беспокоилась, я вот беспокоилась там с 7 часов до 12, допустим. Мне 20 лет, она беспокоилась. И это чувствовал, я физически чувствовал, меня раздевают. Я чувствую опасность со всех сторон. Незримую. Защиты. Нет. Что? Ну, я по пути не шел, тогда ничего не делал. Я просто вот был в том состоянии, в каком я был. Это я сейчас понимаю. Сейчас бы я порекомендовал родителям, чтобы они и дети вот в такой форме не беспокоились, а чтобы все-таки на Бога защиту предложили. Господи, я уверен, что все будет в порядке. Искренне, спокойно, понятно? Ведь нет никаких тревог. Нет, вот просто нормальная ситуация. Но тревога инспирируется вами. А враждебные силы это поддерживают. Скажут, как вот он пошел, а там вот, ну, что там сейчас бандиты, там мало ли что, и пошло-поехал. Мир беспокойный такой, там, и все. И вы начинаете беспокоиться. То есть, как бы проявляйте любовь к своим беспокойствам, неравнодушия. на самом деле, вы делаете черное дело. Понимаете? Это плохо понимаемо щепетильными людьми. Ну, как это так? Как это не беспокоиться? Напротив, если вы будете полны спокойной уверенности, что с вашими близкими будет все в порядке, так оно и будет. Так что беспокойные родители должны об этом помнить. Идущие по пути сознательно эволюции, остальные это вряд ли будут помнить. Их удел быть беспокойными, нам надо как-то меняться в этом плане. Понятно, да? Естественно, нельзя оставлять детей, особенно маленьких, на произвол судьбы там бросать. На все воле Божьей он там ходит по балкону, с окна прыгает, я не знаю, там вот оставляют. Ну, вы понимаете, да, тут в разумных пределах. Но просто, чтобы беспокоиться, не имея повода, а вот беспокойся, нужно беспокоиться. Но это страшно. Вы снимаете полностью с детей защиту. Это то, что Шри Ауробинда так хорошо объяснил. Все эти части существа нашего ужасно-томосичны, то есть темны, непросвещенные, а сильное потрясение пробуждает в них что-то. Так что они притягивают такие вещи почти инстинктивно. Так вот, чтобы окончательно не потеряться в глубинах материального сознания, физический ум инстинктивно притягивает всяческие неприятности, катаклизмы. Тем самым он периодически искраивает в себе в стряски. Ну и вам, соответственно, потому что вы вроде как ему и повинуетесь. Вроде физический ум это вы. На самом деле это навязанные вам мысли, пораженщик, просто навязанные. Знаете, вот как навязывают вам, а вы думаете, что это ваше. Да, он устраивает эти стряски, тем самым и он тогда ощущает, вот когда эта стряска состоялась и вы отреагировали, он ощущает себя пригодным хоть на что-то. Значит, он оправдывает своё существование. На месте. А так, вот как вот, просто есть и без толку. Нас же что-то произошло. Вот, тогда всё в порядке. Окончательно размежеваться с физическим умом одна из главных наших задач на поздних этапах работ на пути сознательной эволюции. В общем-то, при условии практики тотальной бдительности, ровности сознания и правильного отношения к тому, что он пытается тум физически нам внушить, позволяет божественной силе расправиться с этим физическим умом прямо там на месте, если мы не будем его вуалировать и исполнять его прихоть. Божественная сила это выжигает. Просто выжигает. Структура перестаёт существовать. Нету. Исчез. И вот, когда у меня это произошло, это была такая лёгкость. Вообще, было чудо. Я говорю, даже вес прибавил немножко, потому что клеточные даже структуры, они успокоились и тело чуть весно. 2 килограмма это немного, но ничего. Прибавилось всё-таки. То есть, успокоилась тотально, тело обрело спокойствие. Физический ум на уровне телесном. Вот оттуда всё это идёт, где-то из глубин. Но лёгкость просто потрясающе. Вот как вот, через месяц я только понял, вообще я в каком-то другом мире оказался. Через месяц я понял на контрасте, что было и что стал. Не сразу. А произошло это сразу. Я сидел за столом, вечером, настольная лампа горела, я что-то читал, писал, но работал, трудился вечером. И вдруг всё моё тело ощетинилось каким-то страхом. Знаете, вот страх, не имеющий причины. Тело, вот как ёжик, да, значит, он же ощетинился, и всё тело вот так ощетинилось страхом. Пауза. Это не моя сцена, я чуть приподнялся, и потом раз, и всё это ушло. И так легко стало. Ну, думаю, ладно, ну, что-то было и было. Только спустя месяц я понял, что физического ума нет, уже нет, вот тех самых мыслей, которые раньше, не то, что донимали, но возникали, говорили, это там плохо, вот это может быть так. Я понял, что вот эта структура, которая не давала покоя, она уже молчит. То есть она в один момент, как бы, ну, то ли выгорело, хороший поток, наверное, было, а поток был, я же работал с литературой, молчание, поток шел и выгорело. Хотя всё тело ощетинилось страхом. Без предмета, просто, понимаете, вот раз, и тоже страх, он не имеет предмета, объекта, не имеет страх вообще. Вот этот коронавирус, я говорю, он напугал многих, и страх он внедрился просто в подсознание. И сейчас, чем больше, тем дальше, тем больше будут разного рода страхи уже порождаться страхом, который не имеет объекта. Объект мы всегда найдём. Найдём, чего бояться. Понятно? Поняли? А тут совершенно беспредметный страх телесный, и всё, и всё кончилось. То есть страх сам по себе, просто страх. Он сидит в подсознании. Интересные вещи опытным путём проявляются. Спокойная и настоятельная воля совершенно никоим образом не затрагиваемая тем, что происходит в сущности. Вот что ожидается от нас. И действительно, в работе на пути сознательной духовной эволюции от нас требуется фундаментальная внутренне ровность, то есть внутренний покой во всех частях нашего существа. То есть вы должны уметь видеть беспокойство. Беспокойство возникает, вы это видите, не сокрушаясь по этому поводу. Просто видите, да, ещё нет состояния покоя. Я это вижу. То есть констатируйте факт. Никак с этим не боретесь. Просто умеете видеть, что вы выходите из состояния равновесия. И когда вы это увидели, то опять вы приходите в равновесие. Вы как бы обличили врага, я не знаю, или поставили правильный диагноз, и опять вы возвращаетесь в состояние ровности. Вот такая очень интересная работа. рутинная в социуме, каждодневная, нормально. Не отходя от станка, не убегая от социальной жизни, понятно, работая, трудясь, не прячась от этого мира. Вчера я разговаривала с одной голландкой и объясняла ей разницу между старой духовностью, которая отвергала материю и хотела полностью от неё избавиться, новой духовностью, духовностью завтрашнего дня, которая принимает материю, завладевает ею, трансформирует её. Для меня это просто. Но она ничего не поняла. Но она ещё, мать, хотела, чтобы голландка что-то поняла. Ладно бы с православным, с каким-нибудь этим сам, с православной девчонкой разговаривала. А у голландка, чтобы всё-то поняла, чтобы кто-то с Западной Европы что-то понял, то, что она делала. Хотя там скопище было европейцев, там в этом ашраме и в Авравиле. Там никто ничего не понимал, там другая школа, там психогенетика другая, она в голове, Бог в голове, какой-то Бог модельный в голове. В душе ничего, нули. Понятно? Там нет души, и быть её не может. И все протестантские религии, все протестантские религии, там Бога нет. Там строение на песке, о котором говорил Иисус. То есть песок – это ум. Дунул ветер, всё размыло, и нету. Бог в уме – это полное отсутствие Бога. Понятно? Это Запад. Зато у них наука замечательно, всё в порядке, там много чего они сделали для того, чтобы было не холодно, не голодно, да? Вот. Но дуть-то остаётся у них и у нас. Вот мы всё-таки имеем возможность дуть преодолеть. У нас психогенетически хороший сделан задел. Истинная сущность, она взращена на почве благодатной, Господом посеянной. Понятно? Ну, у Запада, это, увы, нет. Ну, просто нет. Не потому, что там нет, вот там вдруг нет просвещения, правильно. Иди хоть просвещай, там хоть кол на голове тиши. Голландка ничего не поймёт. Поняли? И те люди, которые побывали там, на Западе, вот вчера был молодой человек из Симферополя, он там несколько раз побывал в этом году, ну, по своим служебным делам, говорит, Александр Васильевич, вот вы, что вы говорили, я не то, что не верил, тут я убедился, что ваши слова правильные. Он в четырёх государствах был, Западной Европы. Вы говорите настолько, у них всё усреднённое, вот уровень усреднения сознания, у них всё ясно, у них всё расписано, у них всё заложено, матрица поведения. Всё. Какая там духовность? О чём? Только мы ещё, Господь нас всё поливает, унавозивает, жару поддаёт. А там нет, там всё давно кончилось. Давно кончилось. Там кончилось в начале XVIII века, даже раньше. У нас Пётр I тоже хотел привить, и почти удалось. Вот он глушил мощно. Но слава Богу, что до этого всё-таки состоялся раскол церкви, потому что это благодатное дело. Когда церковь раскололась, всё-таки психогенетику древнеправославную, те, кого называют раскольниками, хотя государство инициировало раскол, вот они её сохранили. Они. Поэтому сам всецерковный раскол, санкции Господа был, чтобы сохранить укоренившуюся психогенетику. Остальная церковь пошла уже по синодальному пути, как инструмент государства, как политическая структура и всё. Так что многие из нас, наверное, всё-таки психогенетически из раскольников, хотя ничего внешнего нет, а внутренне сохранили этот материал психогенетический. Понимаете? Воплощение уже много прошло, а психогенетика, она глубинная, так же, как физическое ум в подсознании пробуждает всякую гадость. Так же заложенные позитивные вещи, они тоже пробуждаются той силой, которой мы открываемся. То есть она поливает это дело, и урожай может быть с собой. Понятно? Вот что интересно. И вот по поводу этой голландки, вся старая традиционная духовность, по сути, отвергает живую жизнь в материальном теле. Старая духовность настоящая, я не говорю о западной духовности, о восточной старой духовности, что физическое тело – это препятствие для духовной реализации. Его надо загнобить совсем, чтобы оно не давало о себе знать. Либо поскорее от него избавиться. Ясно? Но новая духовность, о которой говорит мать, что физическое тело должно быть трансформировано, именно оно должно породить носитель жизни вечной. То есть сметное должно породить бессмертное. Если его всё время третировать, гнобить или пытаться от него избавиться как можно раньше, ну что оно даст? Какое оно вырожай-то даст? Никакое. Понятно? Вот она говорила о новой духовности. Это голландка, наверное, думала, она будет медитировать, у неё будет всё в порядке, она будет куда-то уноситься, а тело, ну тело – это вот всё плохо. Видно, неудавшаяся по жизни там, ну, супружеской, или ещё по какой-то, они туда приходят, эти вот голландки всякие, вот, и не поймёшь, там, без пола, без возраста, вот, кто их знает. Ну, пробуй с ними, разберись с голландками. Понятно? И вот мать тут пыталась ей что-то объяснить. Ну, кому она объяснила? Как один наш товарищ, я, говорит, побывал в Соединённых Штатах, жил он там 4 или 5 лет, преподавал русский язык, ну, кому надо, русский язык было изучить. Я, говорит, там, не нашёл никого, с кем можно было бы просто поговорить. Вот, говорит, вот, говорить, как с пустым ведром, с человеком. Ну, как пустой ведром, можно поставить пустой ведром и с ним говорить. То же самое, что вот там с американцем. Потом вдруг я, говорит, нашёл одного, вроде понимающего, но, говорит, негр, но о чём быть с негром, говорить, я, говорит, не знаю. Нашёл одного, но он негр. Ну, вот, так, он с юмором, человек, но он просто реально показал обстановку. Откуда там это возьмётся? Это протестантская страна. Клубная религиозность там. Под гитару. Католики ещё под орган только, а тут под гитару. Трудно сделать книгу, которая передавала бы идею Шри Арабинда. Если ты ставишь какие-то рамки, она Сат-Према, говорит, чтобы люди легче могли понять, тем самым ты искажаешь всё. Вот она обращается к Сат-Прему, которому блестяще удалось в совершенно раскованном ритме написать книгу, которая полностью передаёт гениальную, я не побоюсь этого слова, идею Шри Арабинда о рождении нового человека, супраментального человека. Это гениальная идея, совершенно с позиции научных, что ли, современных знаний. Раньше об этом, конечно, Спаситель сказал, да? Но вот на современном уровне понимания, потому что требует каждое время своих, свои, так сказать, формы изложения и понимания того, что в древности в форме там было каких-то притч, или иносказаний, понятно, наверное? Сегодня требуется нечто другое. Вот сделал это прям блестяще. Вот книга «Путешествие сознания», книга по прощению которой я, наконец, понял смысл собственного существования, для чего я вообще появился на Земле. До прощения этой книги я не понимал, зачем я здесь живу. У меня было всё по человеческим меркам вот того времени, что могло бы удовлетворить любого обывателя. Ну, я профессию обывателя меня это было совершенно невозможно. Мне важно было добиться понимания того, для чего я появился. Я понял, что я появился для того, вернее, не для того, чтобы родиться, повзрослеть, жениться, наплодить детей, состариться, заболеть и умереть. Вот этот алгоритм меня абсолютно не устраивал. Ну, абсолютно. А не понимая смысл собственного существования, человек начинает искать забвение в каких-то утехах, в глупостях. Я уже поискал, очень быстро и коротко прошёл период поиска. В любви материальной меня мало волновало. Вот ищет любовь. Вдруг что попадётся? Вот оно, где оно, где оно и нету. Смена объектов в любви не приводила ни к чему хорошему. И больше ничего. Ну и бессмыслица. Ну вот книга попалась, она мне помогла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!